Привет! С вами канал Magic Lessons. Сегодня у нас фокус с картами. У меня есть колода карт. Покажу ее зрителю. Теперь попрошу зрителя выбрать любую карту из колоды. Допустим, он выбирает некую карту, и я попрошу его запомнить эту карту. Зритель ее запоминает. Сейчас мы, допустим, перемешаем колоду таким способом. Или обычным способом, который мешает большинству людей. Чтобы карта точно замешалась 100% где-то внутри колоды. Все, карта где-то внутри. Сейчас я говорю зрителю, что я могу сейчас волшебным образом щелкнуть, и его карта поднимется на самый верх колоды. Посмотрим, твоя ли эта карта. Зритель говорит, что нет. Шестерка Буби, эта карта не моя. Хорошо, шестерка Буби не твоя. Тогда пока держи эту шестерку. Я же попробую сделать еще раз этот жидрук. Да, теперь точно это твоя карта, потому что я два раза не ошибаюсь. У тебя шестерка, у меня твоя карта. Но я сейчас сделаю вот такое резкое движение, чтобы шестерка перешла ко мне. Как видишь, шестерка уже у меня. У тебя же, теперь смотри, твоя карта. Итак, секрет фокуса. У нас вначале действительно обычная колода карт. Мы ее показываем зрителю. Далее просим его выбрать некую карту. Он, например, выбирает. Мы ее не видим, он ее запоминает. У нас выше семерка пики. Далее, что нам нужно сделать. Кладем карту сверху колоды. И далее нужно сделать тасовку колоды, но при этом сохранить верхнюю карту на своем месте. То есть, эта семерка всегда должна быть наверху. Я показал два варианта. В принципе, вариантов такого контроля верхней карты много. Я показал следующее. Это вот такая тасовка, которой вы отлистываете часть колоды. Запомните, в какой руке у вас лежит верхняя часть колоды. Здесь, соответственно, карта зрителя. И при слистывании карт вы должны сверху оставшиеся карты именно налистать вот с этой колоды, где карта зрителя. То есть, всегда карта зрителя все равно останется сверху. То есть, вот вы так перетасовали, у вас все равно карта сверху. Потренируйтесь. В принципе, это делается легко. Просто контролируйте, чтобы в конце осталась вот эта вот часть сверху. Далее я еще сделал следующую тасовку. Это ложная тасовка, при которой верхняя карта тоже сохранится. Это уже тасовка более близка зрителям, а не потому что в большинстве своем так и перемешивают карты. То есть, смотрите. Нам нужно перемешать, но при этом сохранить карту сверху. Что мы делаем? Сначала мы переводим эту карту вниз. То есть, когда начинаем мешать, мы берем не пачку карт, а только одну нашу карту верхнюю. И поверх нее уже начинаем вот сюда скидывать карты. Таким образом. Соответственно, мы перемешиваем. И у нас уже карта зрителя внизу. Далее нам нужно ее перевести снова наверх. Для этого продолжаем уже мешать. И в конце оставляем в руках всего лишь одну карту. Тоже потренируйтесь. Это, в принципе, очень легко делается. И ее докидываем вверх. Если вы это делаете быстро, при этом рассказываете что-то зрителю, что вот вы сейчас перемешаете карту, и таким способом он, в принципе, ничего не заметит. А карта у вас все равно сохранится сверху. Это. Итак, мы перемешали будто бы колоду. Ну, теперь нужно сделать следующий элемент, который называется двойной подъем. Что это такое? Двойной подъем – это подъем не одной верхней карты, а сразу двух. То есть я поднимаю будто бы верхнюю карту, показываю. Как видите, здесь уже десятка у меня. Но на самом деле мы знаем, что здесь не десятка, а верхняя карта семерка. То есть я беру. Как сделать двойной подъем? Тоже вариантов много. Допустим, вот такой вариант. Вы держите колоду в таком положении. Далее от себя правый ближний угол отсчитываете здесь указательным пальцем две карты. Здесь нужно, опять же, потренироваться. Хотя бы 2-3 дня попробуйте, и вот этот прием с вами останется навсегда. Он во многих фокусах используется. То есть вы вот так тренируетесь, отсчитываете карты. И по силе упругости вы будете понимать, когда у вас одна карта, а когда две. То есть вы тоже опять объясняете зрителю, прикрываете вот так колоду. Здесь слистываете до такого напряжения, когда вы понимаете, что у вас здесь две карты. И ставите брейк мизинцем. То есть мизин сюда подсовываете под эти две карты. И у вас есть две карты. Далее их нужно поднять. Для этого помещаем указательный палец в наш брейк. То есть вот где мы разбили колоду на верхние две и остальную. Сюда вносим мизинец, поддвигаем его к середине. Берем большим пальцем сверху. И далее введите карту по колоде. Чтобы не произошло вот такого вот. Чтобы карты не разъехались, потому что у вас же здесь две карты. Если вы просто их возьмете, возможно вот так произойдет и зритель видит, что у вас здесь две карты. Поэтому лучше просто ввести. Они тогда ровно двигаются. И далее переворачивайте карты. Но когда вы переворачиваете, чуть-чуть сместите карты вперед к зрителю. Совсем чуть-чуть, буквально несколько миллиметров. Для чего это нужно? У вас здесь останется тоже зазор. Чтобы заново перевернуть карты на место, вам нужно будет чуть-чуть нажать вот на этот край свисающий. И у вас вот этот уголок сзади, где у вас был брейк, он чуть-чуть поднимется. То есть вот здесь, где вы берете. И этого вам будет достаточно для того, чтобы снова схватить эти две карты и перевернуть их обратно. Вот так вот выполняется двойной подъем. То есть отсчитываете две карты, переворачиваете, показываете, что здесь десятка, обманываете сам зрителя. И говорите, вот держи эту десятку. Далее уже берете одну карту сверху. Зритель думает, что у него десятка крести. На самом же деле у него уже его карта. Соответственно десятка у нас здесь внизу. Мы же делаем опять какие-то магические движения, будто бы снова поднимаем карту. Уже берем одну карту и делаем вид, будто бы мы прямо здесь поменяли карты местами. То есть дальше показывается так, как я это делал в фокусе. И в принципе это будет очень эффектно выглядеть. Зрителю покажется, что каким-то образом карты прямо на его глазах поменялись местами. Вот такой вот трюк. Также хотел бы заметить, что если вам нужны качественные классные колоды карт для фокусов, для манипуляций. Вот такие, например, как у меня Талихо и многие другие. То ссылка под видео, переходите в наш магазин. Там большой выбор фокусов и карт выбирайте подходящие для себя. Спасибо за просмотр видео. Если вам понравилось, подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И встретимся в новых видео. Пока!